Бойцовское шоу Несколько часов длился марафон профессионального бокса И уже глубокой ночью состоялось главное событие вечера Бой за титул чемпиона мира в супертяжелой весовой категории по версии WBO Между русским витязем Александром Поветкиным и экс-чемпионом мира Хасимом Рахманом из США Уже во втором раунде Александр буквально потряс своего грозного соперника После серии пропущенных тяжелых ударов обидчик Ленекса Льюиса перестал защищаться и опустил руки Рефери остановил бой Поздравляем Александра Поветкина с очередной яркой победой На прошедшей неделе жизнь участников второго сезона бойцовского реалити-шоу M1 Fighter Входила в обычный рабочий режим Все 30 бойцов расселились в комфортабельных номерах столичной гостиницы Выслушали строгие наставления о правилах поведения на проекте от ведущих шоу Алинарц и Сергея Харитонова Просыпаться вовремя, тренировки не пропускать, не сквернословить, беспрекословно слушать тренера и приходящих на проект мастеров, уважать друг друга Далее всех участников ждала тренировка с главным тренером проекта Алексеем Олейником Одним из лучших специалистов в стране по грэплингу и бразильскому джи-джицу Алексей поделился с бойцами секретами своего мастерства, показал тонкости и нюансы борьбы в партере Затем, после отдыха и обеда, спортсмены отправились на стадион, и здесь всех ожидало первое разочарование Один из участников, сославшись на плохое самочувствие, покинул проект После нескольких кругов по стадиону и специальной эстафеты, всех участников ожидала еще одна тренировка В гости к бойцам пришел телеведущий, актер кино, мастер боевых искусств и специалист по атлетической подготовке Сергей Бадюк Он показал ребятам специальные упражнения на укрепление крестообразных связок на коленных суставах, а также на мышцы спины и пресса Вместе с Сергеем Бадюком спортсмены провели около двух часов в тренажерном зале и остались очень довольны вновь приобретенными знаниями Итак, бойцовское реалити-шоу «М1 Файтер» второй сезон набирает обороты Каждую премьерную серию смотрите на канале «Боец» по воскресеньям в 19.00 В Академию дзюдо в Звенигороде состоялся шестой чемпионат России по дзюдо среди ветеранов Как и всегда, чемпионат прошел под патронатом Национального союза ветеранов дзюдо Также организаторами выступили Международный фонд дзюдо, Федерация дзюдо России и Федерация дзюдо Московской области В этот раз в соревнованиях приняли участие 400 спортсменов Это рекордное количество за время проведения чемпионата Возраст участников от 35 до 65 лет Соревнования проводятся в тех же весовых категориях, что и в олимпийском дзюдо Почетным гостем турнира стал Иосиф Кобзон, который открыл чемпионат Главная цель проведения чемпионата – поддержка спортсменов, которые уже ушли из большого спорта, но не представляют свою жизнь без дзюдо Именно поэтому такие чемпионаты скорее похожи на дружеские встречи, где главное не победа, а участие В подмосковном Нахабино прошел турнир сильнейших молодых боксеров Московской области – битва Подмосковья В соревнованиях приняли участие победители первенства Европы и России Сейчас все мысли у них закрепиться в составе сборной команды страны и попытаться в новом четырехлетии попасть на Олимпийские игры Вот это главная задача ведущих боксеров Организаторы турнира – спортивная федерация бокса Московской области, а также администрация Красногорского района Основная цель турнира – развитие бокса в Красногорском районе Московской области, а также формирование сборной команды Москвы для участия в чемпионате России По любительскому боксу, который состоится в конце октября Бойцовский клуб «Файтбаза» отпраздновал свой первый день рождения Вечеринку в честь этого замечательного события дружный коллектив клуба отметил в почти семейном кругу Все присутствующие либо тренируются, либо преподают здесь, либо просто хорошие друзья И судя по количеству собравшихся, семейный круг годовалой «Файтбазы» весьма широк Всего за год этот клуб стал одним из лучших бойцовских мест Москвы Видимо, весь секрет в глубоком философском подходе к своей работе «Файтбаза» несет культуру боя, культуру боя Не просто бой ради боя, бой ради того, чтобы самоутвердиться, показать, что ты лучше кого-то А бой, в первую очередь, самим собой Праздник получился веселым и, конечно, бойцовским На ринге прошли показательные бои Гости передавали микрофон из рук в руки Теплые поздравления лились рекой А известный шоумен и ринг-анонсер проекта «М1 Файтер» Иван Блэкман Поздравил «Файтбазу» в своем стиле С Доброжьем! С Доброжьем! Телеканал «Боец» от всего сердца поздравляет наших хороших друзей с Днем Рождения! В Зеленом театре подмосковного города Красногорск прошел турнир по ММА Посвященный 80-летию Красногорского района Главным организатором турнира выступил спортивно-патриотический клуб «Ярополк» В рамках турнира было проведено 11 боев по различным видам боевых искусств Кикбоксингу, рукопашному бою, М1 и боевому самбо Турнир профессиональный Все участники соревнований уже являются мастерами спорта И имеют неоднократный опыт в смешанных поединках Я хочу сказать, что сегодня здесь много народу Это еще и говорит о том, что сегодня бои стали популярны в России Это приятно, это заслуга всех нас В соревнованиях приняли участие бойцы из Москвы, Санкт-Петербурга, Курской, Белоруссии В качестве почетных гостей турнир посетили многие легендарные фигуры российского и советского бойцовского спорта Сергей Харитонов, Александр Лебзяк и основатель центральной школы карате СССР Алексей Штурмин Ведущим вечера стал лучший российский ринг-анонсер Александр Загорский Огромные трибуны Зеленого театра были полностью заполнены Такому интересу зрители могут позавидовать любые профессиональные соревнования Организаторы уже сейчас решили, турнир станет ежегодным Это были ударные новости на телеканале «Боец» Смотрите нас на следующей неделе Редактор субтитров А.Семкин